Выставка техники, концерты, спортивные состязания. Всего в Рязани и области на 9 мая запланировано по меньшей мере 70 мероприятий. Поэтому мы должны в любом случае 9 мая сделать ярким, праздничным, душевным днем и подчеркнуть объединяющую роль этого праздника. Поэтому будет много интересных мероприятий для взрослых и для детей. Например, планируется выставка техники в Рязанском Кремле. Также обязательно встретим наших десантников после Парада Победы. Отдельно поздравим наших ветеранов. В онлайн-формате поучаствуем в акции «Бессмертный полк». Павел Малков добавил, что продолжится работа и в муниципалитетах. Так в селе Троица вовсю идет реконструкция монумента, связанного с блокадным Ленинградом. Сюда, в Рязанскую область, привозили эвакуированных. Им оказывали необходимую помощь. Еще одна важная задача – увековечивание памяти погибших. Речь идет о продолжении выпуска томов книги «Солдаты Победы». Уже готовится издание, посвященное рязанцам, освобождавшим Крым в 1944 году. Тема важнейшая, конечно же, ее обязательно надо довести до конца. И все же главный в этот день – ветераны Великой Отечественной. В регионе их осталось 63 человека. Павел Малков подчеркнул, что очень важно работать адресно. Возраст у ветеранов весьма почтенный, потому и нужно самое пристальное и аккуратное внимание к ветеранам.